Продолжение следует... Ветеран, моряк, морское братство общественного председателя Ульяновской области. И кемышлан Кри, запасовый капитан. Рыгунбулдар, Александр Петрович. Рыгунбулдар, как я там, я лдашцам. Манам, они оттезем, тимашцам. Я тенды, тихаш. Они паян, тибир сюрит. Вот. Тибаш хильги, а те они хильги. Ебхали, тим тибашла колазяймап. Малала серебе, выросла колазяшем. На самом деле, к сожалению, Александр Петрович не изучал чувашский язык в школе. Поэтому он знает бытовой язык, понимает, но ему тяжело говорить. Поэтому беседу проведем на русском языке. Где вы родились? Где начало пути? Друзья, я родился в Целининском районе, в село Кашенко, 2 января 1964 года. Один из трех сыновей моего отца и моей мамы. Как звать мать отца? Отца звали Емелькин Петр Иванович. К сожалению, его с нами уже нет. Его не стало с 1976 года, с 12 сентября. Погиб при посеве озимых. Будучи трактористом, это тяжелая работа, вы сами помните. Трактористы вставали с раннего утра и до позднего вечера. Да, да. Видимо, хроническая усталость и нарушение техники безопасности. Кабина, трактор была открыта. И от хронической усталости он просто вывелся из собственной кабины. Мама жива? Мама, да. Мама до сих пор жива. 91 год. 91 год пошел, да. Как звать ее? Емелькина Раиса Петровна. Ну, вы бегали в школу куда? Вот начальная школа была в Кашинке или где? Нет, сразу мы бегали в Цельницкую среднюю школу. С первого класса. Да, с первого класса. Вот это спорт. Каждый день, да. Вот поэтому, наверное, разряд по спорту у вас, да? Ребят, на самом деле, да. Вот эти каждодневные тренировки два раза в день, утром и после школы, в обед уже, мы проходили около, ну, там от пяти до шести километров, Кашинка, Маревка и Цельно. Цельно обратно через Маревку и Кашинку. Иногда приходилось бегом бегать, чтобы быстрее успеть убраться за домашними животными и поиграть немножечко на улице. После школы сразу морское училище, да? Что вас привело туда? В Ленинград. В Ленинград. У меня просто, ребят, не было выбора, потому что я младший из братьев. Мой старший брат поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. Как звать брата? Владимир Петрович, вот, 59-го года рождения. Там он нам написал письма, он поступил в 1978 году двум братьям младшим. В военной форме он тем более. Да, он приезжал в отпуск, писал письма, что, оказывается, есть поближе от города Ульяновска, в Ленинграде, военно-морское училище. Причем одно из самых лучших в Советском Союзе. Но попасть туда было очень тяжело. Но средний брат по стопам старшего брата, он хорошо очень учился. А средний брат по стопам второго брата. Поступил, вот, и было как бы, мне очень хотелось стать моряком. Но по нашим традициям, младшенький должен был оставаться с семьей, с родителями. Но не получилось, да. Ну, братья приехали, поговорили с мамой, попросили, да, чтобы она разрешила, благословила поступление. Ну, я поехал и поступил. Да, были образцовым курсантом, стали мастером спорта по офицерскому многоборнию. Опять спорт. Да, после сельской жизни, особенно хочется обратить внимание на подрастающее поколение ребят, что не нужно думать, что сельские учителя провинциальные и, как бы, может быть, не в полном объеме предоставляют программу обучения. Нет, наши сельские учителя, наоборот, возможно, лучше, чем городские, там нет такого конвейера. Они душу отдают. Да, они знают наших учеников не только за школьной партнерой, но как они себя ведут. В быту. В селе, в быту, да. Поэтому они знают, на что обратить внимание и подсказывают от чистого сердца уже. Вот это вам все помогло. Да, это, конечно, помогло. Мне именно это помогло. А после училища уже служба? Служба на Тихотеновском флоте. Когда я поступал, я, честно говоря, когда понял, что я поступил в училище, была приемная комиссия, меня офицерский состав, как абитуриента, поздравляет. И говорят, ну, Александр Ильич, где хотите проходить военно-морскую службу? Николай Николаевич, я, честно говоря, тогда как бы не понял. И говорю, я, а где сложнее всего? Вот это да. Они говорят, ну, подводником-то, наверное, будет потруднее, потому что и корабли совсем другого класса, и погружаются, всплывают, и учеба там посложнее. Справишься? Я говорю, мне нравится, где сложно. Вот они говорят, ну, тогда на факультет подводников. А кем хочешь стать? Я тоже, как бы, опять здесь немножко замешивался, потому что я кроме торпедистов и акустиков ничего больше не знал. Оказывается, были факультеты штурманов, ракетчиков на больших ракетных стратегических подводных лодках. Вот, и я сказал, что я хочу быть акустиком. Ну, вы инженер гидроакустик? Да, инженер гидроакустик по специальности, по диплому. Ага. Ну, как вы про службу поговорите, скажите, поговорим. Вот, докуда доехали, доплыли, как, можно сказать? Чем занимались? Ну, в стаж службы у нас входит и 5 лет обучения. Мне с первых дней понравилась учеба в военно-морском училище. Ребята, не представляете, это, ну, понятно, что по нарастающему. Морские ямы. Нужно было просто подержать в руках вот это вот вольковое весло, 2,5 метра. Почувствовать, подрести, почувствовать силу, как накапливается сила в ваших руках и разрывает, будем говорить, грудь. Потому что вот это вот гребли на ялах, потом хождение на малых катерах, штурманская практика, это кораблевождение. Потом на больших, потом практика в дальних походах вокруг Атлантики. Это тоже удивительно. Вот, это учеба, это стажировка. Ну, и потом, конечно, уже начинается самостоятельная служба. И вот во время, как бы, прохождения службы, конечно, хотелось проявить себя и показать только с лучшей стороны. Мы сплывали и в северных широтах, и в южных. И прошли очень много подводных морских миль. Поэтому посещали, конечно, и Курильскую гряду, и Вьетнам. Это наша советская база там единственная была. Ну, и кроме Курильской гряды, баз уже вне территории Советского Союза не было. Только две базы. У Северного флота на Кубе была такая база. Вы говорили, что там Гвинея и Бесауа, юг Африки. Ну, это мы доходили, да. Доходили туда, до южной части континента Африки, да, до Гвинея и Бесауа. Вот на какую глубину погружались? Предельная глубина у кораблей, конечно, советской конструкции, российская, она очень большая. Но нет необходимости погружаться на предельные глубины. Рабочая глубина всегда была 150, но были и глубины поглубже, вот до 360. Мы погружались. Единственный раз за свою службу, но это после выхода с завода. Вот служба, после службы 15 лет прослужили, да? После окончания училища 15 лет подводником. То есть, 5 лет училища 15 лет службы? Да, на кораблях, да. И 3,5 года преподавателя в Муре-Попово. В родном училище? В родном училище, да. Тогда же преподавали и сами учились в академию, вы говорили, да? Да, да. Чтобы повышать квалификацию? Правильно говорю? Да, все правильно, да. После флота офицеры, как бы, понятно, что они сразу не могут встать и стать преподавателем-учителем. Нужно, конечно, самому вспомнить и теорию, и уже квалификацию поднять, потому что матчасть, она не остается прежней. Вводятся новые узлы, модернизация. Поэтому это нужно вначале изучить самому, а потом уже учить других. Понятно. Ну вот мы, скажем, полмира объездили, и у вас медали за дальний поход, по-моему, там у вас есть, да? Ну, за дальний поход, это один из основных моих жетонов, которые мне дорог, потому что это первый самостоятельный выход в море и исполнение своих должностных обязанностей в автономном плавании. Конечно, за это вручается первый жетон за дальний поход. Ну, к сожалению, нет. Ну вот он аналогичен вот такому знаку. Вот. Потом, конечно, у меня есть наши основные медали, это 10 лет, 15 лет и 20 лет безупречной службы. Ну, а потом есть и такие медали за личное мужество и, ну, как бы, я не говорю, что героизм. В общем, медаль адмирала Кузнецова, на обороте которой написано «Потомство в пример». Вот. То есть, такую медаль получают только отличники боевой и политической подготовки, которые самоотверженно готовы, как бы, вступить на защиту Отечества и все это делать для того, чтобы наше Отечество было безопасно. Да. Вот по времени, сколько они длились, походы? Походы бывают разные. Вот. Как правило, автономность корабля – это 90-96 суток. Но заканчивается период автономности. Это просто нужно пополнение пресной воды, пищи, потому что экипажи подводных лодок от 76 до 200 человек могут быть. Вот. Это, да. Просто кораблю нужно сделать, будем говорить, остановку. Это может быть в море. Вот. Пополнить запасы пресной воды и питания. Вот только от этого. Атомные реакторы, они могут у нас, как бы, и корабли в том числе ходить до 50 лет, не возвращаясь к берегам, к родным причалам. Но только человеческий фактор, рассчитанный вот на порцион суточный, вот он дает автономностью 3 месяца. 3 с запасом. Да. Вот вы, начиная с лейтенанта, до помощника капитана, по-моему. До помощника командира по радиотехническому вооружению подводной лодки. А какая лодка? Это атомная подводная многоцелевая лодка, 671-й РТМ-проект, по натовской классификации «Черный принц». Охотники за подводными лодками противника. Вот. Кому-то может быть интересно, военным людям. Да. Наверное, конечно. Ну вот, почти 25 лет в Ленинграде, и обратно вы вернулись на родину, в Ульяновск, в 2007 году, по-моему, в 2007. Да. В 2007 году я лично вернулся в Ульяновск. И стали директором ЦНТ. Да. Центр научно-технической информации. Вот. Филиал Российского энергетического агентства. Так получилось, что мы, мои братья, как бы все, мы остались после службы в Ленинграде. Даже маму перевезли в Ленинград. Ну, мне почему-то красивый город, я там учился, но мне хотелось на родину. Ну, ближе. Я принимаю решение и приезжаю. За мной тут же собирается мама. Я говорю, мама, ну, пока еще нет квартиры, я обустроюсь, я тебя обязательно возьму с собой. Он сказал, нет, сразу едем вместе, родни много, поэтому не пропадем. И тут же мы приезжаем сюда. На самом деле не было ни квартиры, ни дома. Но были, конечно, родня у нас всегда большая. Главная родня есть. У чувашских семей, да. И друзей, конечно, много. И до того момента, пока я получил квартиру, это прошло где-то, наверное, не так много времени. Мы получили квартиру, и мы сейчас с мамой живем вместе. Александр Петрович, вы сразу или как стали председателем региональной общественной организации «Морское братство»? Ветераны, моряки, да? Да, нет, не сразу. Значит, с 28 июля 2018 года военно-морской флот делает объявление, что на стапеля строительства на заводе «Севмаш» в городе Свердвинске ставится большая тамная подводная лодка четвертого поколения под будущим названием «Ульяновск». И наше руководство города и области едет туда закладывать памятную капсулу. Это делается объявление. Тогда, по-моему, Панчин Сергей Сергеевич ездил. И вот это морское сообщество, оно было тут до этого, моряки, но морское сообщество Ульяновской области все сплачиваются. И было общее принято решение, что нужно делать региональную общественную организацию, объединение ветеранов военно-морского флота под названием «Морское брасло». Надводники, подводники, все наши земляки восприняли вот эту новость о строительстве большой атомной подводной лодки четвертого поколения. Она уже сейчас имеет название «Ульяновский экипаж» формируется. С большим таким вдохновением, наверное, что сказали, что давайте, ребята, мы тоже ветераны, не останемся в стороне. Мы создали вот эту общественную организацию «Морское брасло» и уже на первом или втором собрании принимаем решение о проведении областной конференции для того, чтобы уже создавать клубы юных моряков по всей Ульяновской области, ну, в различных школах. И вот первая такая группа у нас была создана под названием «Клуб моряков», «Юных моряков» имени капитана первого ранга Ермольенко Владимировича. Это на базе 86-й школы, да. Это в Новом городе? Да, в Новом городе. А сейчас у нас в городе Барыши, в Барышевской средней школе, тоже отвят «Юный морячок» есть школьный, а в гимназии номер 30 городской у нас «Юный морпех» имени морпеха Торова. Есть вот такой отряд. Они очень активные, все ребята. Ну, вы с ними держите связь? Конечно, потому что это моряки «Морского брасло» как бы наши товарищи ведут. И вот мы всячески помогаем на их занятиях, мы присутствуем и проводим различные мероприятия. Это исторические конференции, как правило. Бывают и строевые занятия, и с оружием они знакомятся. И с устройствами подводных лодок кораблей мы там показываем. И фотографии, и макеты. Рассказываем больше. У вас огромный опыт, конечно. Я помню, вы выезжали в школы в области с аквалангами, еще что. Да, но мы не только выезжаем. Мы показываем для детей мастер-классы. Ну, я имею в виду этого, показывайте. Да, показываем. И в акватории реки Волга на пляжах, вот мы на Черном озере проводили, для детей показаны погружения под воду. Для их родителей, для детей. В свободное время, кто хотел, мог посмотреть или даже попробовать вместе с папой, с мамой погрузиться под воду. Да, мы обеспечивали. Это интересно для мальчишек. Для мальчишек, да. Они в восторге, наверное. В поселок Силикатный ездили, проводили такие погружения. На Черном озере и в акватории реки Волги. А вот что у вас с ветеранами работаете? Ну, например, кто погиб, там плиты делаете, ставите памятные плиты. Это у нас на постоянной основе проводится эта работа. С первых дней образования нашей общественной организации. Потому что, к сожалению, есть много даже заброшенных или в не очень хорошем состоянии могил наших моряков на погостах Ульянской области. Мы это контролируем. Вот, где надо, мы там приподнимаем вертикально. Выезжаете сами. Выезжаем, да, сами выезжаем. Это у нас называется десант памяти. На своих транспортных средствах мы вначале мониторим, отмечаем. Или нам наши ветераны говорят, что вот там вчера, позавчера были, значит, на могилке. Вот там неизвестна могилка моряка. Она, значит, в неприглядном состоянии. Мы едем. Желательно просим фотографию прислать. Понимаем, что там нужно. Цемент, песок. Значит, понятно, что подручные средства механизации. Лопата, лом, трубы дополнительные. Вот, если нужно, там, значит, опаловку сделать. Вот такие вот материалы. Шуруповерты. И приводим в порядок под крошем. А сколько у вас человек в обществе? 152 человек на текущий момент. Можете сказать, вот самых активных можете назвать? Да, конечно. Вы же не один, но помощники там нужны хорошие. Конечно, конечно. Конечно, могу сказать. Ну, во-первых, это Мичман Мордовкин Алексей Алексеевич. Наверное, все его знают. Вся Ульяновская область. Он здесь был в студии. Да. Вот. Матрос Мулин Алексей Васильевич. Морской пехотинец Кузахметов Рамиль Решатович. Вот. Киселенко Сергей Александрович. Это тоже морской пехотинец. Андрианов Лежанкин. Вот. Старший Мичман Музейка, это подводник. Значит, Гордеев Виктор Моисеевич, сын Моисея Семеновича, подводника. То есть, там семейная традиция. Это вот наши ульянские. Сейчас он находится в Владивостоке. Но мы постоянно на связи. Скоро приедет. То есть, у нас очень много активных. А очень активные наши жены моряков и друзья моряков. Вот. Например, Ефремова Алла Михайловна. Вот. Работница библиотеки номер 15. Она дает нам возможность встречаться с ветеранами. Делать там какие-то культурные постановки для встречи с детей и ветеранов. И сама в этом принимает активную участие. Мы про музей забыли в 86-й школе, да? Да. Один из уникальных музеев существует в 86-й школе имени контр-адмирала Игоря Ивановича Вереникина. Это единственный музей в Ульянской области, который посвящен развитию подводного флота России. Вот. Там есть уникальные экспонаты. Когда Петру Алексеевичу Роману, Петру Первому, Ефим Прокофьевич Никонов демонстрируют потаенные судна. Это бочка. Прототип современных подводных флот. Да, да. Причем с огненными трубами. Это тоже прототип торпедных аппаратов. Вот. В некоторых кинофильмах есть такие фрагменты. И он же был Петром Первым взят на царский двор, где строились корабли. И там у него был свой уголок, закрытый от внешних глаз, где он строил свое потаенное судно. Сейчас вы, я знаю, гуманитарную помощь отправляете в СВО, в Донбасс. Да, с первых дней начала СВО, нами тоже было принято единогласное решение нашими моряками, что мы будем фронту всегда помогать. И как только мы отправляем очередной груз, у нас уже формируется второй, третий груз. Люди, неравнодушные люди, те, кто уже, может быть, потерял своих близких, родных на фронте, а они особенно очень активные, приносят, они знают, что нужно фронту, приносят самое необходимое. В настоящий момент это окопные свечи, блиндажные свечи мы их называем. Ну, раньше у нас, конечно, мы только отправляли медикаменты, теплое белье, межсезонные вот такие вот предметы, одежды. Но и сейчас работали и по-крупному, участвовали и в приобретении ночных приборов, дизель-генераторов и даже антидронных ружей. То есть более серьезные такие вещи. А вот ваше морское брасло, федеральный грант? Да, мы участвуем. У нас не только ветераны военно-морского флота. С флота приходит молодежь, они тоже принимают одно из активных участий в нашей повседневной и уставной деятельности. Дай бог им здоровья. Молодцы ребята. То есть флотские традиции у нас не умирают, они продолжают жить и набирать обороты. Да, обороты и как бы наращиваем вот эти вот традиции помощи. Мы участвуем в региональных и федеральных грантах. Мы одни из 256 заявок в 2019 году выиграли очередной как бы вот этот вот федеральный грант и успешно его реализовали. Это было удивительно. Давайте вот поговорим про эти книги. Вот эта книга, что за книга у нас? Друзья, это книга «Пять лет морскому братству». Это фото-книга для наших членов организации и для друзей нашей организации. Здесь в этой книге указано все, как в фото-книге. Вся история, да. Здесь связь с военно-морским флотом, живая связь с военно-морским флотом. Ну, наши награды, конечно. Здесь работа, значит, по уставной деятельности. Здесь вот наше помещение, где мы ребятам делаем, значит, помещение клуба юных моряков. Музейные экспозиции. Все это нужно, конечно, прикладывать. Здесь и десанты памяти. Времени маловато. Вот сейчас вы печатались в этом журнале про свое общество? Да, федеральный журнал благотворительности. Здесь прописывают нас о нашем гранте, как реализовывался наш грант. Клуб юных моряков готов служить России. Значит, у нас в гранте не только как бы там стрелы и огневые подготовки, но, естественно, вот, пожалуйста, хождение на ялах и погружение под воду. Ну, вот здесь вот выделено и не только... Ну, сейчас мы об этом поговорим. Да, о хорошем. Что за грант, то есть не грант, а комплекс зашитых морских рубежей у вас сейчас возбегается в Ульяновске? Да, мы хотим построить в городе Ульяновске. У нас в Ульяновской области очень много различных памятников. Только в храме уже время идет? Это... Это в Новом городе? Да, в Новом городе, в парке Прибрежном. Это проект монумента с защитником морских рубежей всех поколений. Здесь мы хотим построить уникальный памятник морякам всех поколений в парке Прибрежном. Здесь все расчеты, все есть. Я знаю, что вы своими руками, лично своими руками делаете макеты подводных лодок. Это в музее там, по-моему, да? Подводных лодок и кораблей, да, есть такое дело. Вот. Николай Николаевич есть. На все руки мастер. Ну, на флоте послужишь и этому научишься. Ну, вот тогда скажите, как стать моряком для молодежи? Для молодежи порекомендую. Ребят, стать моряком, наверное, не так тяжело. Нужно просто быть уверенным в себе. Это самое главное. Победить самого себя и свою лень. Вот. И каждый день хоть что-нибудь делать для того, чтобы реализовать свою мечту. И тогда, конечно, у вас все получится. И спорт. Спорт обязательно. И потом станете мастером спорта по офицерскому многоборью, как Александр Петрович. Ну, я не только хотел обратиться к ребятам, но и к девушкам. Потому что вы наверняка видели, хоть кто-нибудь смотрел фильм «Морские дьяволы». Девушки, военно-морской флот в настоящее время обойтись без вас не может, могу сказать уверенно. Это уже интересно. Да, даже девичий морской спецназ. Это очень интересно. Спасибо большое, Александр Петрович. Думаю, это не последняя встреча. У нас есть о чем поговорить, наставления для молодежи. На этом мы сегодня заканчиваем. Передачу вел Николай Марионов. Редактор субтитров А.Семкин